Выпускник 124-й Самарской школы Роланд Корнеев уже мечтает стать студентом. Свой жизненный путь он планирует связать с информационной безопасностью. Собирается поступать в один из самарских вузов. Будущий студент планирует приносить пользу стране, родному городу и при этом много зарабатывать. Такую задачу ставит перед собой выпускник. А сегодня вместе с одноклассниками Роланд читает стихи со школьной сцены и вспоминает годы, которые прошли в стенах родной школы. Чувства смешанные. Наверное, грусть и радость все в одном. Долго к этому готовились, долго шли экзамены, зачеты, уроки, оценки. Сейчас все кончилось и ощущение, может быть, какого-то недостатка того, что было. Постоянные систематические приходы сюда, общение с друзьями, с учителями, какие-то взаимодействия. Этого всего будет не хватать. В торжественной линейке, которая прошла в 124-й школе, приняла участие глава города Елена Лапушкина. Пришло время сделать первый взрослый шаг, отметила глава. Она пожелала выпускникам настойчиво идти к цели, не бояться амбициозных задач и стать профессионалами высокого уровня. Вы прошли этот школьный путь, замечательный, интересный школьный путь. Вы получали знания, вы учились удивительным вещам. Я сейчас в этом убедилась, когда сходила в этот зал. Вы учились общаться, знакомились. И многие друзья, с которыми вы познакомились здесь, на школьной скамье, пройдут с вами дальше по жизни. Но, увы, это тогда пройдено. И пришло время сделать первый взрослый шаг. Выбрать то дело, которому вы посвятите всю свою жизнь. После напутственных слов главы и директора школы состоялся концерт. Программа началась с выступления первоклассников и продолжилась творческими номерами выпускников. Одно из направлений обучения в 124-й школе – архитектурно-дизайнерское проектирование, которое входит в программу обучения уже с первого класса. Выпускники учебного заведения становятся заслуженными архитекторами города, модельерами и дизайнерами. В коридорах школы можно увидеть экспозицию работ учеников. Один из наших профилей – это технологии архитектурно-дизайнерского проектирования. И работы были представлены в различных техниках. Это была и живопись, и вышивка, обработка дерева. Вы могли видеть наши наличники, где дети изучают историю самарского зодчества и потом воплощают это в своих работах. Сегодня самарское образование для многих служит знаком качества. На регулярной основе реализуется программа повышения квалификации педагогического состава образовательных учреждений. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова модернизируется и научно-техническая база. Среди основных задач в сфере образования глава региона видит обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов, обновлении фондов учебной литературы, благоустройства территорий вокруг школ. По инициативе главы региона для выпускников, поступающих в самарские вузы, установлена материальная выплата в размере 10 тысяч рублей. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.